Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Девочки, у нас так пасмурно. Я не знаю, такое ощущение, что сейчас или гроза какая-то будет, или что-то какая-то буря прям. Очень пасмурно. Я вот тут на кухне решила поснимать, потому что везде темно, везде невозможно. Я сейчас поеду, заберу своих детей. Сегодня у нас пятница. Пятница. В пятницу я хочу забрать пораньше детей. Вот, потому что... Ну, просто. Просто, просто так. Вот. Сегодня у Лёва... У них какая-то там в школе подготовка к ЕГЭ уже начинается. И у них сегодня сокращенный день, в общем. Поэтому и Лёва пораньше заберу. Ну, и Владика тоже. Ну, потому что пятница, да? Нечего. Что-то я... Иногда, знаете, бывает, вот особенно к концу года, я что-то так прям вот хочу, чтобы они все время были... Все время были у меня дома. Все время со мной. Как-то вот я уже соскучилась. Вот. Так что... Хотя недавно были каникулы, но все равно. Ну, вот. Так что вот так вот. Вот. Девочки, кому не нравятся мои болталки? Кому не нравятся мои влоги? Ну, сейчас же столько много блогеров. Все, у меня какие-то руководители на канале появляются. Все, мне руководят мной. Что мне покупать? Как мне покупать? Куда мне ходить? Где мне заказывать? Как мне жить? Слушайте, ну, серьезно. Девочки, ну... Я же мне не 15 уже лет. Вот. А вообще, я, кстати, заметила... Что я заметила? Я заметила, что я стала в последнее время... Вообще, мне кажется, это, наверное, тоже все-таки сказывается последствия ковида у меня, когда вот тогда я переболела. Я так стала уставать. Вообще вот. Ну, вот после болезни. Да, я постоянно устаю. Начала пить вот эти витамины, которые с iHerb я успела заказать. С iHerb все... Ну, как бы он работает, сайт работает, но заказать в Россию невозможно ничего. Вот. Начала пить. И вот уже бодрячком, бодрячком стала. Потому что до этого я просто, знаете, там за ребенком съездила, приехала и все. У меня сил нет. Я уже валяюсь, как не знаю кто. Предыдущий влог, это все понятно, да? Потому что, конечно, вообще, вот, так что надо пить витаминки. И хочется солнца. Вот я про что, про погоду все говорю, потому что очень хочется солнца. Хочется как-то... Когда солнышко, у тебя настроение другое. Ты такой уже, знаете, на позитиве, на... Не знаю, как-то вот уже такое настроение хорошее. А что, у нас дождь пошел, девочки? Все? Пошел дождь. Ну, ладно, поехала я за мальчишками. Вообще, хотела пойти в Фикс Прайс сегодня. Ну, как бы с мальчишками сходить. Видите, они у меня там всякую ерунду обычную покупают. Ну, бывает и нужно. Там у меня сын к школе бывает. Покупает там какие-то ручки, стерки иногда. Ну, стирательные резинки, да? Стерки, это он так называет их. Там линейки, какие-то карандашики, альбомчики. Ну, такое вот все бывает. Покупает к школе. Плюс же Пасха скоро. Хотела там посмотреть. Не знаю, пойдем сейчас или нет. Потому что дождь на улице начался. Ну, что не будет уже дождя. У нас, кстати, бывает такая история. У нас здесь дождь в поселке. Приезжаю в город, дождя нет. Или наоборот. Вот так вот. Вот. Так что поеду. Ну, сегодня такой влог немного обо всем. Мне кажется, у меня все влоги надо так называть. Немного обо всем. И все на этом, да? Вот. Так что, да. Махайму Махай, он не заметил, Махай, подбеги туда к окошку Побежал за братом Ну что, мы приехали домой, фикс прайс не пошли, потому что у нас, видите, это у нас сейчас на самом деле час дня уже Вот, и вот так вот пасмурно, как будто бы, как будто бы вечер, что мне надо волосы красить и как-то их надо в порядок приводить Сегодня, может, вечером займусь Вот, я сейчас села обедать, я вообще очень люблю капусту и все, что связано с капустой Тут даже подумала, может быть, мне сделать капустные котлеты, ну кроме меня их, наверное, ну муж чуть-чуть поест Так, у меня не любят капустные котлеты Ну что-то мне захотелось Вообще люблю капусту Тушеную, свежую, всякую вообще Когда была беременная младшим своим сыном Я вообще просто капусту Я нарезала, помню, на суп капусту Вот, и у меня прям слюни текли, как мне Я обожала эту капусту Правда, из-за того, что ела капусту, живот еще больше раздувался Ну, вы же понимаете, да, всякие брожения от этой капусты и все Но я прям не могла И вот до сих пор у меня эта любовь к капусте осталась И вот я тут на днях готовила голубцы из капусточки Люблю делать, у меня и муж тоже очень ему нравится Когда вот такая обжарка морковь и лук Сверху выкладываю в духовочку В обжарку добавляю томатную пасту Ну, фарш обычный, там, с рисом Вот такой вот у меня вкуснейший голубец будет на обед Сейчас пообедаю и буду варить обед Хочу сегодня сделать Ой, у меня тут даже два Два маленьких у меня, ну что, я их съем Вот такой вот он у меня Листики капусты были маленькие, поэтому я их так накрутила Я думала, здесь один, а они так плотненько лежали Оказалось, два вот такой вот у меня Вот такой вот у меня вкуснейший обед Девчонки мои сейчас у меня будут выпрашивать эти Кости свои старые грызут уже, я их выброшу сейчас Они уже не пахнут, эти кости Это они с улицы принесли, сейчас же снег растаял Ну, не совсем растаял И видно, где-то под снегом у них были вот эти кости Они, в общем, притащили И будет попрошайничать У меня ничего вам не даст вам Все, все, никакого Никакого Постоянно не могу нормально поесть А варить сейчас буду грибной суп мужу Он у меня попросил А дети попросили горох Они вообще у меня постоянно едят этот горох, я не могу уже Сколько можно уже Не знаю, горох или, может быть, сливочный суп сварю Не знаю, еще посмотрим, как войдет Вот начала пить витамины Девочки, если чувствуете слабость, пейте витамины Ну, сахер, понятно, уже не закажешь Ну, в аптеке какие-то купите мультивитамины Обязательно пейте Потому что я прям увидела отличнейший эффект Хотя до этого я пила просто витамин D В капсулах у меня такой был витамин D Вот до этого пила Но все равно прям вот чувствовала, знаете Вот вроде что-то чуть-чуть поделаешь К вечеру, так вообще такая уставшая Как будто я вагоны грузила Хотя обычно нет Обычно я, ну, такая достаточно Достаточно активная Тут прям как-то это вот Все-таки последствия ковида Я практически в этом уверена Так что, девочки, если у вас так же Обязательно пейте витамины Вижу прям эффект Что я, по крайней мере, какая-то вот уже хочется Даже что-то делать Уже и готовить хочется И то, и все Сейчас сварю суп Но я буду их варить на завтра Потому что завтра с утра Вроде обещают погоду хорошую Хочу погулять Может быть, прибраться во дворе Вот, выходные И поэтому, не знаю, как-то вот дела Я еще хочу всю свою гардеробную разобрать Детскую гардеробную разобрать Надо, в общем, дела переделать Поэтому хочу сегодня приготовить И чтобы завтра уже был супчик Может, муж вечером грибной супчик поест Посмотрим Вот, так что буду обедать Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита Так, ну что, я тут варю Супчики вовсю Будет у меня грибной И будет у меня Такой сливочный С сосисочками Смотрите, что у меня тут творится Один Второй Там на лестнице третий И четвертый Обложили меня тут все Все у меня обложили Дай что-нибудь и все Дай что-нибудь нам вкусненького Так, ну начинается тут у меня В общем, у меня, как всегда Я готовлю, у меня всегда вот такой бардак Девочки Достала еще рыбу Буду рыбу сегодня вечером запекать И мы тут, кстати, с мальчишками купили вот такой Я сняюсь бардаком Вот у меня, как сказать Я в процессе Вот такой лимонад Он такой вкусный Вообще обалденный Фонтола Он есть такой розовый Видите, здесь Напиток со вкусом космических сливок Сливки и клубника Ну, короче, химозина, конечно Но вкусно И он не сильно газированный Не прямо, знаете, как Куга-Кола Такой легенький газировка Еще понравилось Буду еще сегодня Рыбу и рис Отворю Бо, на все Пьет Все как обычно А я еще хотела Вот что вам показать, девочки Достала специально Меня спрашивали Как вот это вот Вот эти средства Ну, вот этот для туалета Он написано Густой, мощный Он не густой То есть, вот, например Тот же Дамиастос Он более густой Ну, здесь, мне кажется, видно Видите, он какой Ну, такой жиденький Жиденький он, видите Вот Но отмывает хорошо Я не знаю, как насчет Сильного Сильного Ржавчины такой Да, сильный Я думаю, что он, наверное, не справится Но у меня ее нет У нас вода хорошая У нас фильтры везде Поэтому Ну, такой налет Там какие-то загрязнения И так далее Отлично Отличное средство Вот такой Ну, скажем так Ежедневная уборка Мне понравилось И мне очень понравилось Вот это средство Вот эта активная пена Слушайте Она лучше, чем Вот я обычно такие спреи От Фаберлик использую Лучше Реально Вот вы распыляете Она действительно пена Там такая пеночка Ну, начинает как пузыриться И на пятно Единственное, что Вот застарелые пятна Которые у вас уже Вот просто уже Я не знаю Сколько лет Конечно же Не отстирает Я отстирывала Кухонные полотенчики Ну, пятна Вот, то есть Я приготовила Сразу же Ну, там Пятна поставила Грубо говоря На полотенце Попшикала Бросила И они отстирались А были у меня Такие застарелые пятна На полотенцах На кухонных Вот не отстирала Но вот Когда, знаете Вот приходит У меня там Сын со школы Бывает краской Там что-то испачкать И так далее Я вот так попшикала И все Мне понравилось Даже лучше Чем Фоберлик Единственное Что непонятный Какой-то запах Вроде как Каким-то лимоном Что ли пахнет Вроде какой-то Химией пахнет Но не хлоркой Не хлоркой Вот Не знаю И вот у меня Были прихватки Еще и стирала Они у меня цветные Не Нет Ну, то есть Краску Краску сохранила Короче Это средство Вот Мне понравилось Вот это Мне точно понравилось Но вот это Для ежедневной Как бюджетное средство Вообще Отличное Вот Как бюджетное Я думаю Что я буду покупать Для такой Ну, не сильно Когда грязно Да Вот С загрязнением Ржавчину Не знаю Мне кажется Ржавчину Нет Опять же Запах Странный Такой Хлоркой Не пахнет А пахнет Каким-то Не знаю Странные запахи У них Вот еще Над ароматом Они поработали И вообще Были бы Идеальные средства Но опять же Да Ну, видите Вот видно Да Что она не жидкая Такое Точнее Не густое Средство То есть Тоже Домистос Например Да Если сравнивать То он более густой И домистос Такой Поядренее Вот это Вот просто Такое Для ежедневной Уборочки Отлично Вот это Буду повторять Теперь всегда Мне понравилось Очень понравилось Вот это средство Ну, в ленте Соответственно Да, я покупаю Ну что Сварила я супчики У меня получается Вот это Детям Ну, это маленькие кастрюльки Сколько они тут Даже трех литров нету Вот Как раз на выходные Ну, детям Может быть Я поем Я и то И то Хотя я не люблю Вот эти первые блюда Значит Немножко сосисочек Покрашивала Что-то я пожалела Сосисок совсем мало И вот эта вот Такая вермишелька У меня оставалась Видите Звездочками Морковочка Лучок На курином бульончике И добавилась сюда У меня были сливки Но их было мало очень И я добавила И сливки И плавленый сыр И получилось Вообще Со сливками вкуснее Чем с плавленым сыром Хотя С плавленым сыром Поострее получается С супчиком Не знаю Ну, в общем Я уже показывала Много раз Как я его готовлю Поэтому уже не стала снимать Так И второй супчик Это вот По заказу мужа У меня просто дети Грибы не едят Вообще Поэтому Поэтому всегда Если грибной суп То еще какой-то У меня должен быть Дома Так Здесь Я его варю всегда С перловкой Всегда Это вот так Любит мой муж И вообще Грибной суп Он вкуснее именно С перловкой Вот это у меня Сушеные грибы Сушила Я их сама Сама собирала У нас Это у меня здесь Ну, у меня смесь Из грибов Но в основном Это Эти подберезовики И подосиновики Вот подосиновики Они вообще Вот так вот чернеют Когда их сушишь А подберезовики Они вот такие коричневые И бульон Соответственно Становится Вот такой коричневый Но вот эти лесные грибы Конечно Не сравнятся С шампиньонами И сюда Я точно так же Добавила сливки И немножечко Плавленого Плавленого сыра Да, чтобы вот так вот Короче, вкусно Чтобы Соблач Хотела сказать Вот Так что Все Обед на завтра Ну, получается На завтра Потому что время Уже на самом деле Пять часов Уже уже надо ставить Готовить На завтра У меня будет Зато обед Вот такой вот Остынет Уберу в холодильник И супер Завтра Хоть какими делами Подумаю Займусь А то что-то я Что-то я Как-то совсем Так, ну что Вот моя Сейчас Свет включу Вот так виднее Да Вот моя Работа За сегодняшний день Супчики мои Остывают Сейчас Уберу их В холодильник Завтра будем кушать Сделала еще Пюрешку Мальчишки мои Там бегут На ужин уже Да Сейчас ужинать будем Вот Рыбку Запекла Вот с этими Специями Я запекаю Но это Сахерп Их уже у меня Не будет Вот По крайней мере В ближайшее время Я думаю точно Ну и ничего Другие какие-то Найду И сделала еще Салатик Помидор Чик огурчик У меня там Остатки сметаны Было Совсем чуть-чуть Буквально Пол Ну ложка На столовую В общем Положила сюда Так что Мальчишки мои Прибежали Мальчишки у меня будут Есть сосиски Девочки Ничего они меня не хотят Вот Поэтому Ни курочку Ничего Поэтому мы сможем Рыбу А дети у меня Будут сосиски Вот Так что Вот так вот Так что Вот Вся моя работа За сегодняшний день Хвостатиков Вот Ну ты мой сладкий Какой Ну ты мой сладкий Какой Да Ладно Будем ужинать Буду детей Кормить То они мне уже Несколько раз Уже ко мне Приходили Да Левушка Ты мой сладкий Будь здоров Чихнул А у нас тут Гулёна Что делает Смотрите Девочки На балконе Джуси Его контролирует Джуси Не может Не может Пережить Когда он Гуляет Но мы его Выпускаем Только под Присмотром Джуси Его все время За хвост Домой Затаскивает А я Смотрите Что делает И самое Интересное Он каким-то Образом Отсюда Со второго Этажа У нас Спускается Вниз Как ты это Делаешь Левушка Вот шлепнешься Что с тобой Делать потом Смотрите Как-то вниз Туда спускается Это еще С Нового года У нас осталась Красота Леофан Пошли домой Ну Знаете Он же У нас еще Это Некастрированный Он Выходит На улицу Видать Девочку Ищет Уже Надо его Везти Уже Как раз Как раз Да Где-то В конце апреля Надо его А это Охранница У нас Соседи Приехали С работы Наверное Ей все Надо Сидит На жердочке Я не могу С него Ты красавчик Да Иди домой Видите Вот вдвоем Сидят Два Дурня Да Джуси Что он Там Гуляет И Касперюша Тоже Меня Тоже Как-то Спрашивали Гуляет Он Ходит На улицу Нет На балкон Сюда Иногда Выходит Снега Сейчас Нет Хорошо Все Растаяло Выходит Иногда Погулять Если холодно Или дождь Вы что Не дай бог Девочки Нет Он Не пойдет Никуда Только Дома Только Дома Домашний Домашний Котечка Наша И эти Два Фашиста Эти Два Бандита Да Мне сейчас Написали Читала Комментарии Под предыдущим Видео Что она Похожа На Шелти Слушайте И правда Только она Маленькая Иди Какая Вообще Непонятно Что Но у нее Шерсть Такая На самом Деле Как Не Шерсть Она У нее Очень Такая Как Знаете Как у Терьеров Такая Ну вот Мячик Уронила То есть У нее Пуха Там Практически Нет Видите Ну это Явно Так Она По Мне ветеринар Говорил По своему Виду Очень Похожа На Немецкого Шпица Но Шерсть Явно Не Шпицевская Явно Не Шпицевская А чья То Непонятно Чья И Раскраска Такая Как Шелти Может Это Шпиц Шелти Не Знаю Ладно Холодно Я Раздето Каспар Даже Решил Не Заходить Надо Видите Убираться Сейчас Видите После Зимы Мусора Куча Надо Все Убирать Правда Холодно Здесь Тоже Надо Все Убирать Каспар Вышел Вот Будем Потом Всю Весну Уборками Заниматься Да Каспарюша Да Вот В общем Поужинали Все Леофан Пришел Сейчас Закрою Балконную Дверь Эту Холодно Я Оставила Ее Открытый Холодно Еще Для Таких Действий Вот Где Он Тут Побежал Нет Не Видно Его Котяру Такого Слушайте Девочки Я Еще Зарегистрировалась На Рутубе Я Ссылку На Рутуб Вдруг Кому Интересно Там Смотреть Не Знаю На Рутубе Открыли Комментарии Можно Комментировать Теперь Так Что Можно Спокойно Переходить Вообще Рутуб Он Максимально Приближен К Ютубу Я Конечно Уже Сомневаюсь Что Ютуб Закроет Хотя Хотя Все Может Быть Но Мне Кажется Что Не Знаю Мне Было Бы Очень Жалко Если Ютуб Закрыли Не Только Потому Что Я Снимаю Здесь У Меня Здесь Аудитория Потому Что Как Я Уже Говорила Очень Много Таких Полезных Видео Есть На Ютубе Можно И Например С Переводом То Смотреть Читать Я Например Когда Смотрела Интервью Каких То Например Майкла Джексона И так Далее Я Читала Интервью На Английском Было Вот Так Что Жалко У нас Кстати Сейчас Восемь Вечера Девочки Двадцать Двенадцать Вот И У нас Уже Скоро Белые Ночи Тут Знаете Ой Как-то Давно У меня Муж Ну Муж У меня Всегда Он Приходит С работы Он Садится И смотрит Новости Новости Там Всякие Сериалы В общем Все время Телек Смотрит Я не смотрю На самом деле Когда Одна Дом У меня Вообще Дом Тишина У меня Только Коты Животные Что-то Тут Шляются Туда Сюда И так Далее Я Не смотрю Телек Не знаю Почему Я Все Если Нужно В интернете Все Смотрю Так Вот Как-то Он смотрел Новости Ну Я К нему Подсела И Смотрели В общем Там Выступала Девушка Как она Министр По туризму Что ли Или Как Такая девушка По-моему Министр По туризму Не знаю Но В общем Она Рассказывала Про направления Которые Вот Доступны Для россиян В этом году Не рекомендовала Ехать куда-либо За границу В Турцию Я так понимаю Тоже Вот И значит Говорит Вот Конечно Там Краснодарский край Там Сочи Анапа Вот это Все Значит Типа туда Крыма И Альтернатива Альтернатива Этому Это значит Калининград Но С Калининградом Тоже Мне кажется Под вопросом Конечно Вот И Этот Санкт-Петербург Я ошибал Дела Когда это Услышала Я думаю Серьезно Что ли Типа У нас Здесь Балтийское море Финский залив Я Серьезно Что ли Нет Девочки Просто Это на самом деле Смешно То есть Альтернатива Отдуху У моря Это Отдых В Питере В Финском заливе Девочки Финский залив Для того Чтобы он Прогрелся Там вода Я не знаю Сколько нужно Чтобы Стояла Жара Плюс 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 30 Слих Я не знаю Наверное Месяц Как минимум Там Очень холодная Вода Там Даже В Финском заливе Вот Я помню Когда я была Мне было Может быть Лет 10 12 Вот Ну Где-то Примерно Мы ездили Есть такая станция Можете посмотреть По карте Называется Курорт Это За Сестрорецком Там Обалденный Пляж Там Очень Красиво Там Прям Как будто Ты на море На юге Где-то Я не знаю Там Очень Классно Там Сделаны Всякие Коттеджи Можно Снять Прям На берегу Финского Залива И так Далее И тогда Стояла Очень Жаркая Погода Причем Она Стояла Все Лето И все Равно Там Купаешься Там Заходишь В воду Там Песчаный Такой Пляж Там Заходишь В воду И там То есть Сверху Тепло А внизу Леденющая Вода То есть Ноги У тебя Вот Прям Леденющая Вода Прям Вот Такая Знаете Вода Как Обжигает Прямо Кожу Я не знаю Это раз Во-вторых У нас Цены На отели Говорят В Крыму Очень дорого В Сочи Дорого Но я вам Могу Сказать Что в Питере Еще дороже У нас Очень В Питер Нужно ехать Именно для того Чтобы посмотреть Сам город Для того Чтобы Побывать На Дворцовой площади Сходить в Эрмитаж Причем В Эрмитаж За один раз Вы его не обойдете Вы даже за неделю Его не обойдете Я кстати Ну я весь Эрмитаж обошла Да Я очень часто Там в свое время была Когда была такая Молоденькая Незамужняя Как говорила моя бабушка Когда я в девках ходила Вот Была там в Эрмитаже Часто туда ходила Мне очень нравится Очень нравится Эрмитаж Надо будет Как-нибудь туда сходить Но с детьми На самом деле Вот с детьми Даже 10 лет 11 лет Неинтересно детям Нет Это интересно Знаете Такие экскурсии Когда в школе Что-то проходит Какую-то тему Например Там Древний Египет И вот Едут туда На экскурсию И смотрят Вот целый зал Про Древний Египет Там такой длинный Он Вот И Ну как-то так Да Проходит кого-то И вы едете Туда смотрите Потому что Так детям Там Ну это ноги Вы До пятой точки Сотрете Пока там будете Все это обходить Но очень интересно Там выставки Всякие бывают То есть Именно вот посетить Сходить в театр Там Сходить на какую-то выставку У нас постоянно Проходят всякие выставки Постоянно Какие-то вот Культурные мероприятия И так далее И тому подобное Но все это Я предупреждаю Стоит денег Причем Не маленьких Вот И Ну только для этого Нужно приезжать Но на мой взгляд Вот приезжать В Санкт-Петербург Нужно Или осенью Это сентябрь-октябрь Или Май-июнь Это самые такие Месяца Когда Мало дождей Потому что Все-таки Санкт-Петербург Это пешие прогулки Это надо именно Гулять По улочкам По центру Даже если Ну как-то вот так вот А так Если вы снимете Например Отельчик где-нибудь Даже на окраине города Чтобы доехать До того места Где можно Хотя бы Искупнуться Вы еще Простоите в пробке Это сто процентов Потому что Летом Это сезон Дачников И всех остальных Это постоянные пробки Ну Два часа В одну сторону Будете ехать Просто будете Два часа ехать Для того Чтобы искупнуться И два часа Обратно Но это не серьезно На самом деле Я прям обалдела Думаю Ничего себе Альтернатива морю В Санкт-Петербург Ну вообще Мне кажется Эта девушка Наверное В Санкт-Петербурге Не была Ну по крайней мере Летом И не купалась А озера Всякие Ну в принципе Не знаю Ехать В Санкт-Петербург Для того Чтобы покупаться В озере В каком-то Тем более Озеро Это в основном Какие-то карьеры Но такое себе удовольствие В Санкт-Петербург Нужно ехать Именно вот Чисто культурная программа Никак не для того Чтобы купаться В Финском заливе Потому что Ну это не серьезно Нет Ну есть люди Которые В Петропавловке У нас купаются И в Неве Ну как бы Разные люди Есть Вот Ну я бы не советовала У нас даже запрещено Даже таблички стоят Запрещено купаться Запрещено купаться Ну знаете То что написано Это мало кого Останавливает Ну так что Вот так вот Вот Так что Да Вот такая вот история Ну в общем На сегодня Девочки Буду с вами прощаться Я надеюсь Вам понравилось Такое видео Оно было для вас Полезным Интересным Кстати Про Рутуб Кто-нибудь вообще сидит На Рутубе Кто-нибудь из вас вообще Но площадка классная Единственное Что там мало всего Мало Ну мало блогеров Там вообще практически Никого нет Но Как сама площадка Сама даже Вот я приложение Рутуб скачала Ой Я не могу Сейчас Вот смотрите Я дверь закрыла Потому что Этот Ну там Мальчишки Ой у меня что-то Это вспышка что-ли Работает Глаза светится Каспер сразу Все Видите Слышите Сразу все Он не может Там дверь закрытая Смотрите Он сидит сразу Дверь мама закрыла Безобразие Безобразие какое Да Каспер Как ты смогла Да Взяла и закрыла дверь Да У меня что-то вспышка Видно Работает Что-то я не вижу Девочки Глаза светятся Ты зверюга моя Зверюга Глаза у него Светятся Да Что дверь закрыла Вообще Обалдела Вообще Скажи Да Кто разрешил Он все время Невозможно Нельзя закрывать двери Да Скажи Что ты Что ты пришел Он тоже У меня Бона такая Собака стала Знаете Она ворчунья Такая Вообще Постоянно Всем недовольная Знаете Такая Ходит Смотрит Так на меня И этот Такой же Да Почему Слухи Да Скажи Воняет От тебя Чем-то Ой Не могу Ладно Девочки На сегодня Буду с вами Прощаться Надеюсь Вам понравилось Такое видео Оно было для вас Полезным Интересным Не забывайте Подписываться На мой канал Всех люблю Целую До новых встреч До новых встреч До новых встреч До новых встреч До новых встреч